Сегодняшняя наша пресс-конференция с Еленой Чаговец, которая координирует работу волонтерской группы «Сестра Могосердия». Что происходит в госпиталях наших, что в той линии фронта, насколько загружены, какие потребности. И, честно говоря, когда я писала пресс-анонс, у меня была тема на пресс-конференции, что война продолжается. Но так как у нас война не объявлена, поэтому это было бы не настолько достоверно. Поэтому, Ирина, если нужно, расскажите, охарактеризуйте ситуацию. Ну, слава Богу, что мы не объявляем войну, нам еще не хватало кому-то войну объявить. Мы и так все в жутком состоянии находимся. Добрый день всем. Причем, ну, на сегодняшний день война не то что не окончена, она, к великому сожалению, продолжается и продолжается в огромном масштабе. Это лично мы можем видеть тем, сколько ребят поступает, к сожалению, к нам в госпиталь. И знаем некоторые данные по, точнее, данные по некоторым госпиталям Донецкой области, которые мы точно так же курируем, по больницам Луганской области, которым мы тоже помогаем, чем можем, вместе, слава Богу, с друзьями, товарищами, которые готовы помогать этим всем. Ну, на сегодняшний день, Тубер Заныч, у нас 44 человека поступлений. Все абсолютно разное, все абсолютно с разными травмами, ранениями, абсолютно с разными болезнями. Из-за того, что сейчас еще начались дожди и простуд, сейчас прибавится огромное количество. А в том сырыдовоще, в котором находятся сейчас ребята, эти все окопы и так далее, то есть эта простуда может вылиться в гораздо серьезные вещи. Огромное количество контузий у ребят. Это, конечно, наверное, еще страшнее, чем перенести операцию по какому-то вживлению импланта. Потому что человек становится сразу непредсказуемый, невозможно предугадать его реакцию на что-либо, особенно на какие-то звуки. Так как мы с ребятами общаемся не только, когда они лежат в госпитале, мы продолжаем, естественно, с ними общение, с теми, кто уходит на фронт снова, с теми, кто переводится в другие госпиталя, с теми ребятами, которые наши харьковчане остаются здесь. Мы всегда с ними поддерживаем связь, всегда общаемся, пытаемся каким-то образом помочь в решении той или иной проблемы. На данный момент наш фонд и волонтерская организация «Сестра Милосердия», мы являемся одним из организаторов всеукраинского объединения участников АТОТа волонтерев, которая зарегистрирована в разных областях нашего города, и мы пытаемся окликнуть все вопросы абсолютно, с которыми сталкиваются ребята, которые возвращаются из зоны АТО. По потребностям, к великому сожалению, возможно, ну, хочется очень сильно надеяться на то, что люди не сдались, скорее всего, наверное, немножечко выдохлись, понятно, потому что уже каждый пятый харьковчанин из дому вынес все, что у него было. Все их и одеяло, и подушки, и постельное белье советского образца еще, и так далее, и так далее, и так далее. Все, что было, все выносится, все привозится, и слава Богу, но, к сожалению, этого мало. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что поступление в госпиталь есть ежедневное, ежедневное. И если человек поступил в госпиталь даже не с ранением каким-то, а он поступил просто с передовой, допустим, с приступом язвы, то точно так же о человеке нужно заботиться, и точно так же человека нужно и одеть, и обуть, потому что его схватила на поле эта язва, его вот забрали, либо то волонтеры, либо медики на скорой помощи, и привезли в госпиталь ровным счетом, без ничего абсолютно. Поэтому очень-очень-очень хочется сказать вам всем, вы большие молодцы, вы очень много помогаете нам, и без вас мы вообще ничто и никто, мы ничего бы не смогли сделать. Но очень хочется все равно обратиться к вам с просьбой соседей, друзей, родственников сейчас, особенно людей, у которых огороды, приносите нам, пожалуйста, какую-то помощь ребятам, особенно какие-то свежие овощи, особенно фрукты. Сейчас уже начали яблочки, абрикоски, вот всего этого тоже ребятам очень хочется. Некоторые ребята по второму кругу уже находятся в зоне АТО, и они там уже второй год, ну достаточно тяжело. Самое главное поймите, что у ребят здесь нет родственников, нет друзей, нет никого. Есть только волонтеры, к которым они прибегают постоянно, и есть только вы, наши дорогие граждане, все наши любимые самые патриоты. И все-таки я уверена, что патриотом в Харькове быть гораздо сложнее, чем в любом другом регионе Украины. Но, так как у меня папа мой проживает в Западной Украине, и я к нему ездила проведать, проехала по Украине, и могу погордиться тем, что такого количества пропуриев и такого количества украшений всего города нет ни в одном городе Украины, как есть в Харькове. Все благодаря нашим всем активистам, которые большие умнички, особенно Гурманского арта, которая занимается этими всеми вопросами, они большие молодцы, и я очень рада, что у них хватает выдержки постоянно обменивать, заменять флаги, и что у нас очень красиво, и все в желто-сыниях коляр. По потребностям нам очень сильно нужен кофе, кофе нам нужен постоянно, всегда абсолютно неважно какой. С точки зрения экономии и всего остального, лучше всего брать огромные пачки или банки, это все-таки намного дешевле, и это все-таки больше. Потому что, скажу вам честно, обыкновенные вот эти вот пачки кофе, ну, не буду называть марку в качестве рекламы, это бы выглядело, наверное, вот большие пачки кофе обыкновенные, целлофановые, ну, таких у нас уходит где-то около 6-7 пачек в день. Когда такая погода более прохладная, вот как сейчас, на сегодняшний момент, вот сейчас до часа 15, на сегодняшний момент уже 5 пачек улетело, с 7 утра, начиная. Вот приехала сегодня без 10 и 7, и уже без 10 и 7 ребята стояли под волонтерской комнатой, дайте бы глазка кавы, дайте бы глазка кавы, я говорю, ну, чекайте секунду, зараз я вам все сделаю. Вот так, что кава и чай, и сахар, и сладости какие-то, печенье, пряники, вафельки, все время, все время постоянно нужны. Это, скажем так, уже такой традиционный завтрак у ребят в госпитале, им очень нравится, и они все время вот просят чего-то такого. И еще раз напоминаю, что у нас каждый день новые ребята бывают. То есть, каким образом происходит, ребята поступают, в момент ожидания поступления ребят, естественно, есть связь, есть координация, мы знаем, сколько должно ребят приехать, из какой области, из какого региона. Соответственно, можно в этот же самый момент запланировать, какую часть ребят будет переведена, или у нас это называется эвакуирована, в другие области нашей Украины. Конечно, больше всего ориентируется на, естественно, наличие отделения по болезни данного конкретного бойца в том или ином городе, наличие места, потому как, я думаю, что понимают все, что сейчас загружены все больницы, все госпиталя, и все даже маленькие, крохотные какие-то пункты, если это маленькие села, по всей стране. Вот, и в зависимости от этого ребят переводят. Естественно, харьковчан оставляют здесь, некоторых ребят, есть такие больницы профильные только в Харькове, поэтому некоторые ребята, даже те, которые проживают там в Западной Украине, или в Южной Украине, или еще где-то, их отправляют именно в харьковские больницы, потому что таких у Украины более нет. То есть, это, допустим, наш институт неотложной хирургии, это просто, я не знаю даже, как этим людям кланяться в ноги, потому что то, что они делают, и таким образом, как они помогают, спасают бойцов, и также спасли всех тех ребят, которые получили жуткие осколочные ранения в момент нашего самого страшного теракта 22 февраля 2015 года. Вот, и точно так же очень тяжелых больных доставляют в этот институт неотложной хирургии, и там замечательный, замечательный, так, был оплач, он просто чудеса творит. Я не знаю, каким образом он это делает, он, наверное, железный, потому что он и не спит, и не ест в момент какой-то очень сильно тяжелого какого-то бойца, и он ставит его на ноги. Ну, конечно, к сожалению, бывают и плохие исходы ситуации, но они очень сильно стараются. На данный момент у нас в 17-й больнице находятся ребята по профилю конкретно, потому как, к сожалению, в госпитале нет такого отделения, и по Украине нет такого отделения, поэтому парня мы отправили туда, не так же, как вчера, и вот это перевели. В областной больнице ребята сейчас на данный момент там находится один человек, но было такое же, было и 52, и 60, это было зимой, когда были вообще страшные боевые действия. Ну, все постоянно просят, вот вы нам описывайте, вы пишите, какие ранения, какие травмы, сколько людей, откуда поступили и так далее, мы же тогда будем понимать, что это, к великому сожалению, мы не можем этого сделать. Потому что получается, это все равно, что играть в карты, раскрыв эти карты своему противнику, с которым ты играешь. Получается, что все информации, которую просят опубликовать люди, это все информации, мы даем великое понимание нашей противной стороне, а всем понятно, что они очень хорошо отслеживают все сайты украинские, волонтерские, как никто другой. Мы даем полную информацию о том, насколько уменьшилась наша армия на передовой. Мы не можем, естественно, этого делать, поэтому каким-то образом. Но поверьте, что, к сожалению, нуждается очень сильно госпиталь, а там предные ребята ежедневно в помощи, постоянно. На данный момент практически все средства, которые мы получаем от людей, а фонд наш существует только на те пожертвования, которые приносят, либо приносят люди, либо переводят на наш фонд. К сожалению, у нас нет никакого-то весомого такого спонсора или еще кого-то. Мы обращались и к крупным компаниям, и к мелким компаниям, и так далее, но ответа так и не последовало. Разослали около 2,5 тысяч писем о помощи, но, к великому сожалению, так никто не откликнулся. У нас есть... Елена, нужно уточнить, это в рамках Харькова, Харьковской области или по всей Украине эти письма? Нет, это в рамках Харькова и Харьковской области, потому что прекрасно понимаем, что каждая часть Украины занимается своими. И очень некрасиво было бы с нашей стороны просить еще, допустим, писать бы во Львов, просить, что вы дайте нам деньги. У них точно так же есть госпиталь, есть точно так же больные ребята и так далее. Ну и тем более Львов и Харьков, как-то они отличаются друг от друга. Ну это, например, на данном примере я как бы крайние точки взяла, такие вот рамно. Но нам очень сильно Ургород помогает, они нам присылают еженедельно огромные посылки. У нас лечатся их ребята со 128-й бригады и мы постоянно с ними на связи. И так вот они нам точно точно так же. Мы собираем, мы собираем по всему миру. Люди нам приносят, они нам все приносят. Мы сразу, сразу вам, вы же, будь ласка, нам фотки. Вы же напишите, что вы все отправили, потому что они нас там. Ну и мы вот как-то в таком тандеме, в содружестве находимся в Западной Украине и с Львовом, и с Сумами, и с Полтавой, и с Житомиром, и с Черниковым, и с Черновцами, и со всеми-всеми городами. И самая вот уникальная у нас была посылка из Одессы, это были друзья мои КВНщики. Вот, значит, мама одного из своих друзей активно в Одессе занимается вот тоже волонтерством. Они нам присылали огромные посылки, неподъемные. Там были вот сладости, конфеты, всякие пики. И самое было классное, когда мы достали из этой коробки вафельки из Западайка Харьковской бисквитной фабрики. Ну, то есть мы даже опубликовали этот момент, что вот они с Одессы нам в Харьков даже продавцы приспали. Вот. К сожалению, не хватает нам постоянно, нам очень сильно не хватает обуви. Просто ужасно не хватает. Практически каждый день ребят мы отправляем вот в какие-то другие города, а еще хуже на передовую. Если раньше мы могли позволить себе закупать форму и перцы и одевать ребят, то, к великому сожалению, на данный момент у нас такое огромное количество, вот я начала говорить о том, что мы средства, которые получаем от людей, практически все сейчас тратим на импланты. То есть это такие, как мы называем их с нашими хирургами, гайки и болты. Они из специализированного материала, и они рассасываются в организме на протяжении каких-то лет. Вот. Точно так же мы закупили сумасшедшие стоимости аппарат. Огромное спасибо той компании, которая взяла на себя эту ношу и заплатила за него 3900 долларов. И они отказались признаться, кто они такие. Ну, то есть с человеком мы переписывались, созванивались, разговаривали. Но кто они такие, они нам так и не признались. Огромное вам спасибо, что вы это сделали. Аппарат уникальный. Это такая лаборатория центрофуга, которая при помощи твоей же собственной крови изготавливает сыворотку, которую можно вкалывать человеку. И уменьшается количество бойцов, которым нужны эти импланты. То есть это все, это все эти косточки, все эти мышцы, все эти ткани, они начинают нарастать. Это, конечно, процесс достаточно долгий, но избавляется человек от установки в свой организм чего-то инородного. Ну, то есть такая вот очень хорошая, важная вещь. Это новация? Ну да, это новация. Мы успели ее ухватить, и пока есть только в Киеве и в Халькове. Вот надо поговорить тем, что вот мы там успели. У нас работает один замечательный хирург. Я не знаю, когда он это успевает делать, потому что там бывают операции всеночные. И когда-то он еще успевает штудировать полностью весь интернет медицинский, все эти сайты, штудировать, узнавать, что где появилось, что где нужно, что где как. И потом мне завжили мне не звонить. Он заход на украине, он завжили мне не звонить, и говорит, «Ярена, я тут нашел такую штуку, бежи на меня». Я проходил, и он мне рассказывает. Я сажу, та-да-да-да-да, боже, что это такое? И сама уже вижу, и открываю сайт, и вычитываю, что вам это такое нашего ДОСАБИТРЕБА. Потому что все швырчели терминами, терминами, терминами. Я, конечно, по сравнению с тем, что было год назад, я уже великий спец просто во всех этих терминах, во всех пониманиях, даже различая медикаменты группами и так далее, и так далее, потому что очень много с этим работаем. Ну, то есть стараемся как бы работать на опережение. Очень хотелось бы, чтобы государство наше все-таки работало на опережение. Понятно, что наш масштаб и масштаб государства, конечно, больше, но они же больше профессионалов, чем я, например. Поэтому, мне кажется, они должны все-таки... Хотелось бы, может быть, какую-то... Вот для Коммина, для Верховной Рады, для права президента, может быть, провести какие-то такие курсы, чтобы волонтеры каким-то образом обучили бы их, каким образом нужно действовать на опережение. То есть сделать это не через полтора года открыть новое управление, а, возможно, немножко раньше. Хотя, понятно, что есть куча еще... Система, она малоадаптивна, поэтому... Да, и это тоже. Ирина, если можно, по поводу медикаментов, насколько есть необходимость, в каких... И мы перейдем к вопросам, вы попутно еще... Да, по поводу медикаментов. Значит, госпиталь в медикаментах не нуждается вообще. Все есть, ничего не надо. Очень редко бывают случаи... Ну, недавно был тот, когда мы заминировали тут что-то, и машина не смогла доехать до госпиталя, потому что ее просто не пропустили, и никого не интересовало вообще, куда эта машина едет, и что, потому что было все заблокировано, и там не хватало препарата, пришлось бежать, ступить. Это бывает очень-очень-очень редко, и в медикаментах не нуждается в госпитале. Зато в медикаментах очень сильно нуждаются передовые, передвижные, поросунные, не знаю, как правильно даже назвать, все медицинские, скажем так, центры, которые работают при батальонах, особенно тех, которые находятся на передовой, очень сильно необходимы. необходимы бинты. Стерильные, не стерильные, не столь важны. Необходимы стерильные салфетки, обязательно в порядке, те, которые именно для операционных. Нужны марли. Марли нужны в большом количестве. Очень нужна вата, но вата нужна только стерильная, та, которая вот в твердой такой вот упаковке, скажем так, советского образца, она вот такая вот круглая, либо маленькая, либо большая, она в твердой упаковке, и в ней написано, что это стерильная вата. Именно стерильная. Не стерильная не нужна. Спонжики там всякие, ватные и все остальное, в этом необходимости нет. Его свезли еще в начале войны столько, что нет расхода на него такого большого. Далее, очень сильно необходима система. Необходимы шприцы, все абсолютно разные кубовые. Двойки, пятерки, двадцатки, десятки. Очень нужны физрастворы, в больших-больших количествах. Очень нужны жгуты. И самое тяжелое, это то, что не хватает очень сильно жгутов. Жгуты нужны специфические, они нужны резиновой, тонкой трубочкой, как когда-то раньше водители у меня всегда были в аптечках водителя. Длинные, плоские вот такие вот жгуты, которые очень сильно неприятно пахнут, не нужны. Имеются они в очень большом количестве, в очень большом количестве имеются, но, к сожалению, у них нет необходимости, потому что он настолько неправильно, неудобно сделан, что им очень сильно. Конечно, естественно, когда ситуация безвыходная, лучше, конечно, американские и израильские. Но, к сожалению, у нас не так много и в стране, поэтому мы в таком количестве не сможем найти. Нам не там пришла американская посылка, огромный ящик. Вот, пол ящика была вот такими вот жгутами. Они, конечно, там все вновь и зубы, это просто, как жмите, как эту гонку с собой, как говорили. Вот. Очень нужны растворы вингера. Ну, в принципе, наверное, это самое основное, то, что необходимо, потому что именно вот эти вот все позиции, они мы стеем. Ну, точно так же нужна магнезия, нужен нанкуфин, желательно, конечно, в шприцах сразу. Это, конечно, чуть дороже, но это гораздо удобнее при оказании первой помощи непосредственно на передовой. Ты просто его достал, рванул за ниточку, вколол и все. То есть противошоковое лекарство, видимо. Если это ампулка и шприц, это достаточно долгий процесс, хотя бы поделиться в лечение, что руки у тебя непонятно в чем в данный момент. Нужны перчатки. Перчатки, конечно, лучше всего, чтобы пылистерильные. Но это достаточно сложно, потому что они гораздо дороже тех перчаток, которые взявленные. Перчатки не танковые. Ни в коем случае танковые перчатки с ними очень сильно неудобно и с ними очень сильно плохо возиться, тем более какие-то делать. Суни перевязки, когда делаешь вот с гудами, там или чем-то, очень неудобно, когда танковые перчатки. Вот поэтому нет танковых перчаток. То есть, в принципе, наверное, это такое вот самое необходимое. Ну, основной вопрос, как деньгами, куда свозить медикаменты? И как лучше деньги, медикаменты? Смотрите, каждый человек, у каждого человека абсолютно разные загруженные деньги. Кто-то может привезти деньгами, кто-то может привезти лично. Люди, те, которые готовы покрасить это время, которые у них есть это время, лучше, конечно, всего это все купить и привезти. Можно просто это с 9 до 19, с пометкой на пакете, на ящике, на коробке, написать, что я передоволь. Вот, то есть, ну, в принципе, мы и сами понимаем, что мы это все, все перевязываем, все лекарства, все-все-все-все, всегда все уходит только на передовую. Мы всегда вывозим именно на передовую, потому что, ну, после перегенса вам тоже необходимости. Поэтому все. Вот. Либо можно перевезти деньгами, но очень большая, как-то, просьба, если это будет перевод по карту приват-бан, то все карты указываем у нас на группе в фейсбуке «Сестра милосердия АТО. Харьков». В группе контакта «Сестра милосердия АТО. Харьков». Либо можно позвонить по телефону нашему 96 126 105 43 097 515 66 34. Два наших телефона. Можно уточнить более подробную информацию. «С 9 до 7. Пожалуйста, привозите в госпиталь». Если вы присылаете деньгами, очень большая просьба, напишите смс-четами на эти два номера телефона, точнее на любой из них, или напишите просто к нам в группе, что я там такая-то, такая-то, перевела какую-то сумму конкретно там на перевез. Чтобы мы понимали, что эти деньги конкретно у нас идут на перевез. Естественно, у нас всегда все публикуется. То есть, если мы собираем на имплант какого-то бойца, после этого, как только он оплачен, публикуется эта платежечка в уплате всего этого. То есть, если это перевязка, соответственно, публикуется вот это, то есть, целенаправленно. А так, обычно, там, два раза в месяц всегда есть отчеты по всем затратам, что куда где было потрачено, на какие нужны, на какие эти. То есть, я там спопулезно все выклеиваю, все фотографирую и все всегда в общем доступе есть. И, ну, раз в год уже, надеюсь, не будет этого года. Не придется это делать. Есть, соответственно, годовой чем. Ну, то есть, годовой можно за прошлый год посмотреть ответственность. Простуда, что вот сейчас? Я сказала вам сразу, что это все вместе. Все одновременно вместе и с абсолютно всех разных точек. То есть, нет такого, чтобы что-то преобладает именно в конкретном, вот сегодня там, как вчера, или, ну... Преобладает в иметь, что больше всего... именно травмы полученные там. То есть, это были такие... Ну, бывают, то есть, что травмы абсолютно разные, я думаю, что вы понимаете, там, ну, абсолютно разных конечностей, там, и головы, там, и так далее, и так далее. То есть, это были преобладания, но, да, там, нет, это, да. На данный момент не переполнен. Не переполнен настолько, чтобы, грубо говоря, людей с травмами плана психиатрии. Вот. Ну, то есть, пока что не переполнен, то есть, места еще есть, но ежедневно, практически, проходит эвакуация в разные города. По Харькову на данный момент у нас в институте неотложной хирургии нет никого в связи с ремонтом. В институте неврологии тоже никого нет в связи с ремонтом, к сожалению. Вот. Есть сейчас 17-й вылетел в основном. Вот на данный момент пока, слава богу, пока так. У кого-то, Эрина. Да. Кириллова Ирина. Хочу спросить, как так получается, что некоторые, вернувшиеся из зоны АТО, не найдя адаптации социальной, встают на преступный путь? Чего не хватает? Психологической поддержки, финансовой, и чья это проблема? Государственная, волонтерская? Сложно. Это не совсем тема нашей сегодняшней предконференции. Это тема очень важная на самом деле, и она, катастрофически важная, меня просто, администрация смутила, встают на преступный путь, я просто не слышала. Продажа оружия, чтобы в пакетку было. А, продажа оружия. Наверное, это не ко мне, это, наверное, к СБУ лучше. У вас. Ну, ваше время. Вы с ними общаетесь, лично? Ну, я общаюсь с ребятами, которые у вас сожжали. Воспитали, и я думаю, вряд ли бы ребята приходили к мне и говорили, вот вы знаете, мы не продали топтонную оружие. Ну, мне кажется, вряд ли бы так. У них есть психологические проблемы, я так понимаю. Повышенное чувство справедливости, это да. Тут я с вами абсолютно согласна. Чувствую повышенного чувства справедливости, я согласна, потому что, особенно в Харькове, потому что все видят прекрасно, какой у вас прекрасный драгоценный мэр, и все очень сильно, думаю, сверхповышенное чувство у нас, наверное. И если, не дай бог, на выборах произойдет то, чего все боятся, нормальные люди, я имею в виду, боятся, то мне кажется, что тогда сверхчувство справедливости очень сильно у нас тут взыграет. Но это лично мое мнение. Вот. По поводу, значит, по поводу психологического, смотрите, какая происходит ситуация. Ведь те ребята, которые возвращаются, которые в состоянии нормально двигаться, ходить и так далее, у которых там нет никаких повреждений, они не лежали в госпитале, они не придут сами за помощью. Вот в этом должна помочь их семья. Каждый член семьи жена, дочь, мать, отец, кто с кем, где живет, брат, сосед, друг, вернувшегося своими человеком, должен помочь этому человеку, потому что невозможно ни государству, ни волонтерам охватить это огромное, огромное, это количество огромных ребят, которые возвращаются и будут возвращаться, возвращаться и возвращаться. Должен помочь чем? Обратиться в психологические центры, обратиться, в данный момент можно обратиться спокойно к нам. Мы найдем. Каким образом, как найти человеку помощь, как оказать ему помощь, психологическую, реабилитацию оказать, допустим, если у него была какая-то травма, он не поехал лечиться, и сейчас она у него ноет, и так далее, и так далее. Неудобно ходить, неудобно лежать, не поднимается рука, или еще что-то. Вы можете направить к специалисту. Конечно, мы найдем кому куда, отвезем, привезем, отправим, и так далее. Приблизительно с 1-го, наверное, августа, может быть, немножко позже, не могу пока точно сказать дату, у нас откроется большой реабилитационный центр, центр помощи психологической, с физиотерапией, с криосаунами, и так далее, и так далее, и так далее. Мы сейчас работаем очень усердно над этим проектом. Это будет не однотнежные курсы, то есть, это не пришел человек, поговорил с кем-то, развернулся, ушел, а дальше расцветай, не расцветай. Это будет групповая, групповой лагерь, скажем так, в котором ребята будут проходить от 7 до 10 дней вот такую вот реабилитацию. И это будет не только те, кто лежал в том или ином госпитале, это будет касаться абсолютно все ребята, которые находились в зоне боевых действий, все абсолютно ребята смогут посетить, получить необходимую помощь. Ну, пусть это будет, это будет, конечно, прежде чем дело. Я думаю, вы придете... Вся эта структура непонятная у нас немножко тормозит нас. Чуть-чуть. Придете, расскажите подробно об этом проекте. А если есть еще какие-то вопросы? А вот насчет профессиональной занятости, это, в принципе, уже государственная ответственность, как нам адаптироваться социально. психология понятна. Я, на самом деле, считаю, что самое основное сейчас, то, чем будет заниматься центр наш, это, то бишь, для начала выявление, с помощью психолога, выявление у человека, скажем так, скрытых навыков. Допустим, человек мог быть строителем, да, до войны войти на фронт, отвоевать, вернуться и в данный момент вообще ничего не хотеть. То есть, у каждого все равно разное. Хотел только, допустим, чего-то употреблять. Есть такие специализированные тесты, по которым нужно выявить вообще человека склонности и его интересы, не спрашивая, а что тебе интересно? То есть, при помощи тестов, при помощи специализированных вопросов можно выявить человеческие, вот такие, скажем так, скрытые даже для него самого, скрытые внутри себя какие-то желания, какие-то возможности, о которых он не знал. Вот. И как только это будет у нас, вот как только это будет выявлено, мы сотрудничать будем точно так же с фирмами, которые теми или иными и будем рекомендовать вот конкретного данного человека на работу конкретно вот эту вот фирму, в которой есть место. Типа такого. Типа такого. Потому что очень хочется все-таки, чтобы ребята, чтобы у нас не было так, как после Афгана. Чтобы просто этого не было. Особенно для тех ребят, которые классно с вами возвращаются. Когда были с Афганом, очень встречая нововодство, не возвращаются. Я знаю, огромное количество ребят таких, там вообще еще тяжелее ситуация, чем в первых. Потому что тогда ребята возвращались и понимали, что никому не нужно в стране вообще. Ни волонтеров не было, никому вообще не делали. И гарантия того, что они вернутся сейчас и что-то изменится, мы должны дать героям. Мы, мы волонтеры, мы семья, мы государство. Три мы должны дать гарантию ребятам, что когда они вернутся, они вернутся к нам герои. Тогда у них не возникнет желания продавать это оружие, потому что они будут понимать, что у них есть где заработать на хлеб, прокопить свою семью и так далее, и так далее, и так далее. Но хотя она все-таки верит, что большая часть ребятам все-таки сильны духом и сильны психологически. Знаете, заметила, что те, кто занимался какими-либо единоборствами восточными, наиболее сильнее психологически возвращаются оттуда, чем те ребята, которые, ну, скажем так, просто как-то, видимо, это, наверное, странно. Если есть уточнение... на каком сенте? Вы говорили, что в этот месяц вы откроете, да? Ну, приблизительно стараемся первому августа, но я все-таки думаю, что, наверное, мы не успеем в связи с тем, так. Ну, вы сами не понимаете, что... Как же у вас какая поддержка для этого сентя? Для открытия? Ну, ваше сенте строено на основе какой-то грант? На нашей основе на нашей организации. Для того, чтобы получить грант, мы сначала должны показать какую-то работу. Понятно. Мы покажем работу при помощи наших драгоценных друзей. Всяких у нас есть разные айтишники, которые... Мне кажется, сейчас все волонтеры живут на айтишниках, вот, потому что они все готовы помогать, да. Вот. Ну, благодаря помощи наших айтишников мы сможем стартовать, показать работу, показать начало работы. Сейчас у нас идет экспериментный проект. То есть мы сейчас на ребятах из Харькова на месте скажем так репетируем, то есть заодно мы хотим посмотреть, какой будет результат и как ребятам действительно ли им самим будет интересно. А вдруг они будут сказать «Тойдите вы, это неинтересно, никому это не надо». И мы расстроимся, поплачиваем и придумываем что-нибудь другое открыть. Вот. Мы надеемся, что так не будет, что им действительно поможет. А вы стартовать здесь... Сначала есть маленького количества сандартов и но на самом деле я думаю, что лично мне так кажется и вот с доктором, с которым мы вместе как бы это все разрабатываем, мы вот сошлись на цифре 30 и причем 30 всегда. Все нормально управляешь миром. Причем 30 всегда. То бишь вне зависимости от развития, расширения и так далее 30, не больше. То есть вот группа 30 человек, которая потом поделена на маленькие группы, это уже будет 9 психологов, в зависимости от того, конечно, потому что мне кажется, что если больше, не стоит просто больше, 30 хорошее число, это удобно и комфортно, это возможность для человека каждого запомнить по имени, каждого знать кто откуда, из какого региона, грубо говоря, даже запомнить биографию своего, скажем так, соседа по комнате, по этажу и так далее. Поэтому, это то, что может память человека спокойно воспринимать в течение этих 10-7 дней, которые они будут проходить эту всю реабилитацию. с вами, которые мы я вспомню, я помню, когда, когда вы даже пошли лист нуждающихся вещей, когда я тоже самое. Да, еще на тот момент очень сильно нужно два кондиционера. В инфекционное отделение катастрофически просто нужно два кондиционера. Сейчас, слава богу, дождь, прохладно, но просто отделение инфекционное, ребята оттуда не выходят, они не могут оттуда выйти, и просто там, конечно, чуть-чуть, так вот. Те, которые были там, которые стояли, сталинки, к сожалению, приказали долгожить, и уже невозможно к использованию. Поэтому мы сейчас очень сильно просим, вдруг кто-то готов расстаться со своими кондиционерами, пожалуйста, привезите их к нам. Очень нужно два кондиционера для тяжелого инфекционного отделения. Коллеги, вопрос о уточнении. Посолят, на сколько вы сейчас, ваш состав? Ну, в принципе, он у нас не менялся. У нас единственное, что добавилось в мальчик. Мальчик из Луганской области, он милиционер, он перевелся оттуда, работает сюда, работает здесь, и постоянно всегда приходит нам помогать все время. Так что это единственное, что у нас добавилось в человеке. А у нас убавились наши две школьницы по той причине, что они закончили школу, и сейчас поступают в институты. Поэтому они немножко от нас отошли. И как бы по приказу главнокомандующего, то бишь меня, все-таки надо, хотя бы первый курс, начать хорошо отучиться. Вот, поэтому как бы... Итого, сколько вас на сегодня, какая армия? Итого, итого нас на сегодня, получается минус два плюс один. Сколько нас? Нет. Я не раскрою, Таня. Я не решили, сколько? Все. У нас все женщины, кроме двух. Вот милиционер, мальчика из Луганской области. И нашего бойца, 92-й бригады, Мишеньки Ткачева, который получил серьезную травму в Лавайске, вылечился в госпитале у нас, получил огромные, очень серьезные контузии. Психологи порекомендовали ему вот такую работу волонтером. И он у нас уже достаточно давно. И постоянно с нами, с нами, с нами. Мы очень рады, что он у нас есть. И он хочет, по идее, он должен быть списан, потому как и травма серьезная. И контузия, просто там контузия очень серьезная. Ему на каком случае нельзя на передовую. Но он хочет, мы пока ведем с ним переговоры. Иначе свяжем, просто там, просто посадим все в комнате, потому что считаем, что он может уже, к сожалению, не поймать, но он очень хочет. Заключительный вопрос. Да, там ничего не было. Где, у какого парня? А можно мне, если что, немножечко подзаписать на пару комментариев? Да, хорошо. Да. Да, я хотела спросить, насколько сейчас активно жертвуют на госпитале по сравнению с предыдущими. Я просто говорила об этом в начале. К сожалению, у людей у нас намного уменьшилось. И даже вы можете посмотреть наши все отчеты. Потому что я так пересмотрела. Мне кажется, что мы, наверное, единственная организация, которая вывешивает отчеты ежедневно о том, кто сколько чего принес и кто сколько таких денег передал. У нас это все намного очень сильно уменьшилось. И у нас сейчас очень большая проблема с починками машин, колесами и так далее. Скорой помощи, я имею в виду, нашего гаража, госпиталь. То есть сейчас не знаю пока, где брать мне средства, чтобы починить машину. Надо и колеса, и так далее. Пока я сейчас в таком пространстве, к сожалению, не хватает. Сейчас очень средств. И опять же уменьшились средства настолько, что мы не можем уже 4 месяца позволить себе любить ребят, которые не берутся. А к великому сожалению, по положению, ребята, которые находятся на лечении госпиталя, не получают форму. То бишь, чисто теоретически, он может из госпиталя приехать к себе в части и получить, но чисто практически ни у кого ни разу это не получилось сделать. Поэтому пока мы очень стыдно, но мы вынуждены ребят отправлять головами. Грубо говоря, я имею в виду, что без формы и перца, а в каких-то резиновых тапочках, потому что очень сильно не хватает в обуви. Даже каких-то элементарных кроссовок, п.у. вымытых тоже точно так же не хватает. И в каких-то футболках и шортах. Причем в шортах у нас в основном то, что может, кто-то покупает. Естественно, это какие-то такие простые дешевые вещи. И очень забавно выглядит, когда возвращается боец в шортах пляжных, с пальмами, в шлепанцах и в футболке. Ну, там, слава богу, какие-то его вещи есть на передовой, он может переодеться. Потому что он даже доходит до такого, грубо говоря, смешного. И прямо же до слез. Обидно, что не можем, к сожалению, восполнить все то, что было утеряно, сожжено, разрезано при каких-то оказаниях помощи и так далее. Если нет вопросов, мы, Ирина, тогда ждем с презентацией нового проекта. Обязательно. Надеемся, что ответная реакция будет и какая-то активность, и может быть вполне вероятна. Но, вы знаете, я даже уже переговорила с многими, скажем так, крупными бизнесменами нашего города, переговорила лично. Они готовы, очень-очень готовы помогать, но, в принципе, это для бизнеса абсолютно правильно. Они должны видеть старт. Они должны видеть, что это не просто слова какие-то, они должны видеть, что это реально есть, что вот реально это все стартовало, и оно действительно, это все существует. а не просто на словах или на бумажке написано. Равно как и для получения гранта. Просто можно сесть, написать все на это самое, получить деньги. А кто тебе, нормальная европейская страна, даст тебе эти гранты, если, ну, бумажка. Это бумажка. Можно сделать шипарный бизнес-проект. У меня, слава богу, мама этим занималась еще с самого начала, все эти бизнес-планы составляла и все остальное. Но глаза всегда лучше, чем бумажка. Правда же? Да. У меня есть вопрос последний. Как ваш боевой дух? Мой боевой дух лучше всех. А после разговора с вами, Глеб... Я забыла, пожалуйста. Тинь, 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 Тинь. Глеб Тинь будет еще лучше. Да, вы мне там приготовили подарок. Да. Отлично. Спасибо большое. Спасибо вам, коллеги, большое за вопросы. Спасибо.